Фёдор Добронравов – актёр театра и кино, народный артист России. Он завоевал популярность как артист комедийного жанра, что Фёдор Викторович демонстрирует и в сериалах, и на телевидении. Фёдор Викторович родился в Таганроге 11 сентября 1961 года в простой советской семье. Точных сведений о его национальности в сети нет. Родители уже в детстве познакомили мальчика со сценой. Он часто выступал на концертах, пел. У Фёдора была прекрасная сопрано. В молодости Добронравов мечтал стать клоуном, даже ставил цирковые номера в летнем театре в Таганроге. Парень понимал, что для поступления в цирковое училище нужна отменная физическая подготовка. Он усиленно занимался спортом – баскетбол, бокс, волейбол, прыжки в воду, по которым получил разряд. После окончания школы парень поехал в Москву с целью поступить в цирковое училище. Но реализации мечты помешало то, что Фёдор не служил в рядах советской армии. Поэтому ему предложили повторить попытку через пару лет. Будущий актёр провёл эти два года в воздушно-десантных войсках. В желаемые многим ВДВ артист попал благодаря спортивной подготовке и высокому росту – 186 см. По возвращении в родной город Фёдор не сразу связал биографию с творчеством, а устроился на завод с лесарем-сборщиком. Нужно было помогать семье. Артист сменил много профессий – электрик, наладчик оборудования и даже дворник. В Таганроге Добронравов активно участвовал в провинциальной самодеятельности. С друзьями поставил знаменитую рукоперу «Жажда над ручьём». Он также два раза пытался поступить в цирковое училище, но обе попытки не увенчались успехом. Не получив желаемого результата в столице, будущий актёр поехал поступать в Воронежский институт искусств, куда был зачислен с первого раза. После окончания института выпускника пригласили в молодёжный театр, на сцене которого он выступал на протяжении двух лет. Вместе с однокурсниками создал собственный театр «Рубль». Значимым событием, которое изменило карьеру Добронравова, стал приезд Аркадия Райклина в Воронеж в 1990 году. Мэтр заметил талантливого актёра и сразу пригласил в свой театр «Сатирикон». Здесь артист служил 13 лет. «Сатирикон» дал Фёдору Викторовичу самое главное – опыт. Он выступал на одной сцене с Евгением Юстигнеевым, Татьяной Васильевой и Николаем Волковым. С Еленой Сафоновой, Татьяной Васильевой и Николаем Васильевым Фёдор Викторович задействован «В антипризе поймай меня, сможешь?» на классическую тему о муже, который внезапно вернулся домой, а супруга не одна. В 2003 году Добронравов решил уйти из «Сатирикона». Однако в том же году артист связал свою биографию с театром «Сатиры», где играл в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Случайная смерть анархиста», «Нам всё ещё смешно» и других. Летом 2020 года стало известно, что Фёдор Викторович покинул театр «Сатиры», но это не значит, что теперь зрители не увидят постановок с его участием. Артист сотрудничает с театром Антона Чехова, театром «Миллениум» и прочими. Несмотря на многочисленные работы в кино «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Лучший город земли», «Всенародная любовь» и «Признание» пришли к актёру в 2008 году, когда Фёдор Викторович начал сниматься в сериале «Сваты» в образе Ивана Будько. Роль его жены исполнила Татьяна Кравченко. Родственников со стороны зятя воплотили Анатолий Васильев и Людмила Артемьева, а внучку Евгению на протяжении сериала исполнили три актрисы – Ульяна Иваченко, София Стиценко и Анна Кошмал. Эту ленту так тепло приняли зрители, что историю продлили на несколько основных сезонов и четыре специальных – новогодние сваты, сваты у плиты и другие. В личной жизни Фёдор Викторович – однолюб. С женой Ириной актёр вместе больше 30 лет, а познакомились в Таганроге во Дворце культуры. Девушка посещала танцевальный кружок. Супруга по образованию воспитатель детского сада. Сначала сидела дома с маленькими детьми, потом пошла работать. Добронравов признателен жене за то, что годами терпела его увлечённость творчеством. Когда семья уходила на второй план, напоминала, чтобы не забывала тех, кто ждёт дома. Сыновья артиста пошли по стопам отца и стали актёрами. Виктора Добронравова зрители знают по ролям в картинах «Не родись красивой», «Горюнов», «Чужая кровь», «По ту сторону смерти». Иван Добронравов известен благодаря фильму Андрея Звягинцева «Возвращение», а также сериалу «Кодетство». По просьбе отца младший сын прекратил работу в этом проекте из-за сложного периода учёбы в Щукинском училище. Фёдор Викторович следит за карьерой сыновей. Он присутствовал на съёмках фильма «Возвращение» во время работы над опасными эпизодами. В 2010 году Иван стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль» за ленту «Перемирие». Актёр трижды стал дедушкой. В 2010-м у него родилась внучка Варвара. Спустя 6 лет – Василиса. Девочке – дочери Виктора. Информация о рождении дочки у Ивана в 2018 году просочилась в прессу спустя 6 месяцев. Случайно в интервью проговорился старший брат. В 2016 году актёр стал героем программы Татьяны Устиновой «Мой герой», где с особым трепетом рассказала своей семье. Интервью началось с беседы с внучкой Добронравова Варей, которая рассказала, что по вечерам дедушка занимается с ней гимнастикой. Вместе они прыгают по квартире, делают берёзку и встают на мостик. Артист поделился, что его сыновья страдали от занятости отца, поскольку редко его видели. Теперь это упущенное время он пытается восполнить временем с внуками. Фёдор Викторович был поздним ребёнком родителей. Разница в возрасте с его старшей сестрой Любой составила 12 лет. Их отец много работал, а в редкие дни, когда оказывался дома, выпивал, что сильно огорчало маленького Федю. Отвлечься от плохих мыслей помогало пение. Также в передаче актёр поведал, что судьба привела его в Воронежский институт искусств, как открыл с однокурсниками театр, как уехал в Москву, год жил в гримерке и мыл полы в Третьяковской галерее. Артист ведёт страницу в Инстаграме. Соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации мета, которая признана в РФ экстремистской, где делится с подписчиками фото и видео из жизни. В начале 2018 года СМИ распространили слух о том, что актёр ушёл из жизни после тяжёлой болезни и комы. Но информация о его смерти оказалась ложной. Артист жив. Позже стало известно, что Добронравов попал в больницу из-за инсульта. Благодаря компетентным врачам и своевременной помощи он сумел побороть недуг и восстановиться. В 2019 в сети опять появились слухи, что артист госпитализирован в прединфарктном состоянии. Но информация оказалась уткой. Сейчас состояние здоровья Фёдора Викторовича не вызывает опасений. Фёдор Викторович отказался от дальнейшего участия в рейтинговом сериале «Сваты». Причиной прощания Добронравова с персонажем Будько оказалась банальная усталость от образа. Тем временем съёмки ленты восьмого сезона были запланированы на осень 2022 года. Конечно, заменить колоритного героя было невозможно, поэтому поклонники надеялись, что актёр изменит решение. Фильмография исполнителя продолжает пополняться комедийными лентами. Образ этакого «выпивохи», но с чистой душой и искренними порывами достался ему в проекте Егора Кончаловского «Мой папа – вождь». Главную роль в семейной картине сыграл Дмитрий Нагиев. Интересные факты. В доме артиста всегда много людей. Фёдор Викторович называет себя добродушным любителем больших компаний. Московские друзья, семьи часто недоумевают от обилия гостей в их квартире, на что Добронравов с изумлением отвечает. «Да вы что, это же кумовья, племянники, двоюродные братья и сёстры». Существует несколько версий, по которым Добронравов покинул сатирикон. Конфликт с худругом театра Александром Ширвинтом и сложные отношения с Сергеем Газаровым, которые метят на место руководителя театра. Сам артист комментировать сложившуюся ситуацию отказывается, но отмечает, что ни с кем не ссорился, а просто устал от этого места. Хотя бы раз в год актёр старается посещать родину. В Таганроге у него много родственников, которые к приезду любимого родича накрывают богатые столы. Мама артиста тоже живёт там, в Москву переезжать не хочет, так как всю жизнь провела в Таганроге.